сенсорными рецепторами, которые в свою очередь, как вы знаете, коммуницируют с центральной нервной системой. И центральная нервная система, в свою очередь, модулирует работу мышц, и таким образом координация у человека улучшается. То есть работает свободная пластика, не забывайте, что еще координацию движения мы можем улучшить, это тоже одно такое свойство пластика. И что интересно, что вот это все увлажнение, скольжение, координация, оно же и влияет на улучшение свободной пластики. То есть получается, это такая система, друг друга восстанавливаешь. Сейчас понятно говорю, нет? То есть свободная паста отвечает за увлажнение, скольжение и координацию, но в свою очередь, работа с увлажнением, скольжением и координацией улучшает качество свободной пластики. И вот тут важно понимать очень разницу, тоже вам как тренером нужно понимать разницу между упражнениями, которые улучшают все это, что я сказала, и между упражнениями, которые уже требуют наличия этих качеств. Сейчас внимательно, потому что это относится к безопасности ваших тренировок. Еще раз постараюсь сформулировать. Есть упражнения, которые улучшают это качество. То есть, например, увлажняют, улучшают скольжение, улучшают координацию. А есть упражнения, когда эти качества уже должны быть. И если их нет, тогда эти упражнения им будут безопасны. Понимаете? Вот давайте сейчас попробуем такой момент. Вы сейчас не уходите далеко, здесь много места не займет. Мы просто встанем на кальке. И на примере передней поверхности ребра. Так, мы сейчас руки поставим на таз. Сейчас голень утопите в пол, макушкой вытянитесь, вверх удлинитесь. Сейчас мы сделаем такой упражненький. Мы, опускаясь вниз, сгибаем тазобедренные суставы, на корпус заставляем вверх. И поднимаемся вверх. Еще раз. Мы делаем сгибание в тазобедренных суставов. Направляйтесь дальше, что кости назад на макушку вверх. И плавно возвращаемся обратно. Еще раз. Приседим. А теперь мы делаем такое движение, как будто злую кошку прокручиваем таз назад. Раскрываем тазобедренный сустав и выводим себя вверх. Еще раз. Опускаемся назад. Прокручиваем таз назад. Живот у нас пойдет вовнутрь. То есть сначала раскруйте тазобедренный сустав и вытяните себя в макушку. И еще раз пойдем. Раз. Прокручиваем таз. И вот таким волнообразным движением мы сейчас улучшаем свободную пассию передней поверхности бедра, обеспечивая лучшее скольжение между прямой мышцей бедра и широкими мышцами бедра. Если вы все верно делаете, прислушайтесь. И плавные, мягкие, волнообразные движения. Видите, мы обходимся без мячика. И свободными вот такими волнообразными движениями сейчас очень хорошо улучшаем, увлажняем нашу свободную пассию, обеспечивая скольжение. Хорошо, что вы делаете? Отлично. Есть? Есть. Потому что я взяла пример при прямой мышце передней поверхности бедра.